Студентка Лиза не из робкого десятка. Ночные смены преподносят немало сюрпризов. Клиенты ведут себя по-разному. На встрече с этим запомнится 19-летней девушке надолго. Открывается дверь, медленно там висит колокольчик, его не было слышно практически. Заходит мужчина в темной одежде и сразу проникает за стойку. Как только он ко мне приблизился, это вообще произошло в долю секунды, я размахнулась, нанесла ему удар. После атаки со стороны неизвестного девушка упала. Мужчина забрал из кассы выручку, попытался разбить сотовый телефон, пригрозив сотруднице, чтобы та молчала. Но придя в себя, она тут же вызвала сотрудников полиции и указала путь, куда ретировался подозреваемый. С сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района мужчина был задержан и доставлен в районный отдел. Выпил пиво в состоянии алкогольного опьянения, нуждался в деньгах. Я туда пошел накануне за пивом еще раз и увидел, что там денежные средства находятся не в кассе, а лежат в коробке. Ранее судимый мужчина, отбыв срок, выучился на сушиста. Новая профессия приносила неплохой доход. В кассу за выручкой пошел потому, что не смог дотерпеть до зарплаты. В отдел полиции по Октябрьскому району города Саратова был доставлен гражданин 1990 года рождения, подозреваемый в разбойном нападении на сотрудника торгового объекта. По версии следствия, гражданин в ночное время ворвался в магазин, где, угрожая предметом, похожим на нож, совершил хищение денежных средств из кассы в сумме 4000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса России. Подозреваемый дал признательные показания в отношении гражданина. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.